Здравствуйте! В эфире программа «Тема дня» и ее ведущая Екатерина Роченькова. Сегодня мы пригласили в нашу студию начальника управления пенсионного фонда в Угученском районе Тамару Федоровну Хартикову. Здравствуйте, Тамара Федоровна. Добрый вечер, Екатерина Михайловна. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Тамара Федоровна, хотелось бы сегодня в нашем интервью поговорить об изменениях в пенсионном законодательстве, если они есть, и о тех вопросах, которые волнуют наших телезрителей, именно тех, которые касаются законодательства. И вот первый вопрос. В этом году вместо ежеквартального отчета все предприятия и организации стали сдавать отчеты ежемесячные. Для чего это? И в таком случае будет ли вот эта отчетность, которая была ежеквартальная, отменяться? Так, но я хочу сказать, что не вместо ежеквартальной отчетности, а в дополнение ежемесячная отчетность у нас введена с апреля месяца. Это связано с тем, что в начале года было принято решение правительством об отмене индексации пенсии работающим пенсионерам. То есть все, что касается работающих пенсионеров, у правительства очень большие планы. Там очень много было предложений о том, как сделать, ну, то есть увеличить бюджет пенсионного фонда за счет пенсии работающих пенсионеров. Поэтому с 1 апреля введена ежемесячная отчетность для всех страхователей, страхователей всех уровней, для того, чтобы уже по данным работодателя мы могли знать, работает этот человек или нет. Ну, все это связано с изменениями в обществе, с нашим отношением к нашим законам, к их исполнению и так далее. То есть вот первый отчет мы приняли до 10 мая 2016 года, этот отчет был за апрель месяц. То есть каждый работодатель, он подает нам сведения о том, кто на сегодняшний день у него состоит в Штатах и кто продолжает работать. Предположим, ну там я хочу сказать, что еще, видимо, будут вопросы, потому что это новая форма отчетности. Она касается в первую очередь людей, которые на 1 февраля работали, предположим, да. Там, предположим, уже в мае, в апреле они увольняются, поэтому и согласно закону, который говорит о том, что при увольнении пенсионера с работы он имеет право на индексацию в тех размерах, которые была произведена с 1 февраля 2016 года. То есть эта индексация ему устанавливается по срокам закона, потому что закон несколько оттягивает сроки, которые соблюдали до 31 марта 2016 года. То есть все, что по закону у нас разработано технологией, мы работаем четко по этой технологии. И ежеквартальную отчетность никто не отменял, потому что она более широкая. Это отчетность о страховых взносах, о периодах работы, о льготных периодах работы и так далее. То есть эта отчетность как была, так она и остается. И она будет у нас оставаться на протяжении всего следующего времени, потому что никаких изменений закон не предусматривает. Я хочу сказать, что введение ежемесячной отчетности, оно накладывает большую ответственность на работодателей нашего района. Потому что за непредставление сведений на одного работающего выносится штраф в размере 500 рублей на работодателей. Поэтому, когда мы принимали первый отчет в мае месяце, вы знаете, что у нас рабочие дни были сокращены, потому что было бы очень много праздничных дней. Мы просто-напросто обозвонили у всех работодателей и предлагали им в кратчайшие сроки отчитаться. Для того, чтобы штрафных выпалом у нас по итогам двух месяцев там всего 3-4 работодателя, которые принесут ответственность. Вот таким образом. Тамара Федоровна, нужно ли сдавать ежеквартальный отчет тем предприятиям, организациям, которые финансово-хозяйственную деятельность не ведут? Ну, я хочу сказать, что в связи с введением ежемесячной отчетности, ежеквартально они и так сдают, потому что они показывают нулевые показатели, нулевые расстояния, но ежемесячные тоже также за ними сохраняются. Они также показывают нулевую отчетность. То есть, и они уже без указания работающих показывают. То есть, раз предприятие не везет в финансово-хозяйственные деятельности, значит, у них работающих на сегодняшний день нет. Выплаты не производятся, следовательно, не производится отчисление страховых взносов. Да, это есть у нас такая. Нам тоже, как везде, доводят план, и в том числе мы сами составляем прогноз, кто на определенную дату должен отчитаться и по какой категории. Поэтому, да, у нас есть пределы где-то 80-90, может быть, в иной месяце больше 100 предприятий или страхователей, которые не ведут финансово-хозяйственные деятельности. Но это разные случаи. Иногда это просто-напросто лакавство, но тем не менее, такое существует. Понятно. Совсем недавно в СМИ прошла информация о том, что администрирование страховых взносов будет передано в налоговую инспекцию. Вот насколько это верно и по вашему мнению? Ну, разговор у нас шел давно, еще в 2015 году первый раз. Это было высказано о том, что все налоги и сборы должны формироваться в ФНС. Мы уже имеем опыт, потому что, начиная с 2001 года до 2009, администрирование страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование вела налоговая инспекция. Сейчас Госдума приняла, правда, в третьем чтении уже закон, он очень большой, он еще не опубликован, потому что он еще не принят в окончательном. Действительно, мы, начиная с 1 января 2017 года, передаем такую функцию администрирования страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование в налоговую инспекцию. Это мы полностью передаем, полный, так сказать, полный объем всей этой работы. Если раньше только они администрировали, а в изыскании за должностью занимались органы пенсионного фонда, то сейчас весь комплекс работы по администрированию передается с 1 января 2017 года в налоговую инспекцию. Но я хочу сказать, что, конечно, это большей частью, на мой взгляд, вызвано тем, что сейчас кризис в стране, что надо, чтобы аккумулировались эти деньги в одном месте. Поэтому таким образом. Но закон, который предусматривает передачу функций, он предусматривает точно так же вне конкурса специалисты пенсионного фонда. Если они изъявят желание при наличии свободных стабов в налоговую инспекцию, они переходят на работу туда. Там, конечно, есть гражданская служба, чего нет у специалистов пенсионного фонда. Но, тем не менее, я думаю, что это все впереди. Таким образом, у нас будет сделано, но без работы мы не останемся. Потому что, начиная уже, как нам говорили, что, скорее всего, с третьего квартала, мы начинаем ввести базу данных всех инвалидов, всех категорий и всех уровней. То есть, начиная от федерального, заканчивая муниципальным, с их льготами и с обеспечением льготами. Поэтому, вот таким образом, у нас без работы специалисты наши не останутся, и пенсионный фонд тоже. А сколько у нас в районе общих пенсионеров? У нас пенсионеров больше 15 тысяч, но там они по-разному, когда больше на 100 человек, потому что идет большая миграция. Точно так же, сколько у нас выбывает, практически столько и прибывает, потому что у нас строящиеся предприятия, у нас повышенный размер фиксированной выплаты на территорию района, на районный коэффициент того, чего нет. Ну, предположим, в том же Манском районе, или там, в Уярском районе, или в Саиногорске, тем не менее. У нас прибывает, то есть у нас цифра колебивается в пределах 15 тысяч. Ну, кроме этого, около 3 тысяч, а точнее 2 тысячи 999, ну, там, может, 1-2, у нас еще инвалидов федеральных льготников. То есть мы еще ведем и эту базу с выплатами, с работой по справкам, по набору социальных услуг, то есть у нас достаточно. И уже, ну, я так боюсь ошибиться, ну, видимо, больше 3 тысяч уже у нас получательниц материнского семейного капитала. И к сведению хочу сказать о том, что, ну, проживающие на территории села Бугучан, 63% уже распорядились полностью средствами материнского капитала. На сегодняшний день это 453 тысячи 26 рублей, но, тем не менее, основная масса, не основная, а вся масса ушла на улучшение жилищных условий. Тамара Федоровна, вопрос от телезрителя. Пенсионерка, 1906 года рождения, назначенная страховая пенсия за работу в местности Крайне Артемера, есть пенсионное накопление, но в 2012 году был заключен договор с негосударственным пенсионным фондом, и вот теперь как ей получить? Ну, 66-го года, в 2012 году ее еще было, 46, поэтому она имела право заключить, если у нее есть накопление, хотя пенсионеры младше 67-го года имеют полное право, там ограничения были у нас по закону. Она заключила договор с негосударственным пенсионным фондом, поэтому все средства накопительной части находятся на лицевом счете в негосударственном пенсионном фонде. Лицевой ее счет работает в негосударственном пенсионном фонде. При назначении пенсии, ну, раз 66-го года, значит, 50 лет женщина имеет право выхода на пенсию при наличии 20 лет севера, она у нас уходит на пенсию, она имеет право обратиться в негосударственный пенсионный фонд, потому что она реализовала свое право на страховую пенсию, а закон говорит о том, что право наступает и накопительной пенсии. Она имеет право обратиться в негосударственный пенсионный фонд на основании своего договора, потому что у нее есть договор, иногда они приходят к нам, а мы же не знаем, у нас в государственном фонде не находятся их деньги, а при наличии договора она туда обращается. Негосударственный пенсионный фонд сам может запросить у нас справку о размере назначенной пенсии, потому что там определяется, у нас определено три вида выплаты накопительной части. Это назначение накопительной пенсии, это единовременная выплата средств пенсионных накоплений и срочная выплата. То есть от размера пенсии зависит какой вид и от суммы накопительной части зависит какой вид выплаты ей предусмотрено. Поэтому она работает с не государственным пенсионным фондом. Все, что касается государственного пенсионного фонда, у нас делается очень просто. По истечении, ну предположим, вот исполняется человеку 20 мая 50 лет или 55 мужчин, у него есть эти все средства, он через 10 дней к нам обращается после назначения. То есть мы принимаем решение о назначении страховой пенсии и только после этого периода мы имеем право принять у него заявление на накопительную часть. Потому что, как ни странно, за последнее время у нас, ну вот, лица все, я не хочу никого особо обидеть, но 60-е, рождение от 60-го и младше, это как раз сложный период, когда они начинали работу в 90-х годах, там в 80-х, когда у нас очень много предприятий, мы будем говорить так, приказали долго жить, не сохранились архивы и так далее. И поэтому люди, пытаясь выжить каким-то образом, ну хотят немножечко нас обмануть, будем так говорить. Поэтому очень много, вот особенно сейчас, 65-64 год идут, архивов нет, стажа недостаточно, он к нам обращается, а мы, используя те материалы, которые находятся в ведении пенсионного фонда, то есть наблюдательные дела исчезнувших предприятий, там есть у нас расчеты, что предприятия были, мы это все используем для того, чтобы по максимуму назначить пенсию. Вот, это очень большая сложность. Ну и потом еще, учитывая, что мы все живем на ангаре, некоторые из нас мудрые, хитрые, ну и в хорошем и плохом понимании, пытаются сделать добро, а получается наоборот. Вот, так что вы понимаете, и мы обращаемся в суд, суд, естественно, иногда становится на сторону пенсионера, тогда, когда есть хотя бы, ну суд я не буду говорить об этом, то есть становится на сторону пенсионера, мы стараемся по максимуму не обижать их, но тем не менее, бывают такие случаи, когда приходится отказывать в силу того, что представлены фиктивные документы. Понятно, вот давайте теперь поговорим по индексации пенсии. Вопрос такой, человек уволился 1 апреля, как ему будет проиндексирована пенсия на 4%? Ну, у нас до 31 марта текущего года пенсионер должен был сам обратиться в пенсионный фонд при увольнении, то есть он обращается, подставляет трудовую книжку, и ему проверяем состояние лицевого счета, потому что до 31 марта у нас уже отчетность за 15-й год была принята по перс-учету. После 31 марта, я уже сказала, что с 1 апреля введена ежемесячная отчетность работодателя, поэтому здесь сроки затягиваются. За апрель месяц, если он уволен в 1 апреля, в 1 апреля он еще считается работающим согласно трудового законодательства, а после 1 апреля он уже уволен. Значит, за апрель месяц, ну так закон говорит, он считается работающим, мы принимаем отчетность до 10 мая. В мае он у нас апрельский работает, поэтому мы ждем отчетность за май. В мае он считается уже не работающим, но отчетность идет до 10 июня. После этого обрабатывается его лицевой счет, и только в июле мы принимаем решение об индексации. Проверка – это же документы, это же все перс-инфицированный учет. Я сразу хочу сказать, что почти 100%, без долгу десятых, мы принимаем все по электронному документообороту, все эти сведения. Это все обрабатывается, это большая работа, не буду говорить, что это очень сложно, но тем не менее это так. И только с 1 августа ему положен будет перерасчет. Почему? Потому что закон говорит, что индексация производится с 1 числа месяца, следующая за месяцем принятия решений пенсионных фондов. Вот таким образом затягивается это время, но я, конечно, не хочу сказать, что что-то изменится. По крайней мере, на сегодняшний день вот такая технология, и так нам разрешает закон. Даже если он будет уволен 30 апреля, сохраняется все то же самое. Потому что я хочу сказать, что с 1 августа всем работающим пенсионерам будет произведена корректировка пенсий, поэтому каким-то образом компенсируется его, ну так будем говорить, несвоевременность, или так как хочется пенсионеру, ему хочется вот сегодня уволиться, завтра получить индексацию. Закон этого не предусматривает, начиная с 1 апреля. Дмитрий Федорович, еще один вопрос. То есть от наших телезрителей обратилась за назначением страховой пенсии по старости, но прописки нет в Учанском районе, Северного Старожия тоже нет. Будет ли выплачиваться пенсия с районным коэффициентом? Так, у нас закон говорит о том, что женщина в возрасте 55 лет имеет право выхода на страховую пенсию без учета Севера. У нас очень много есть, ну немного, по крайней мере, несколько положений закона, которые предусматривают снижение возраста выхода на пенсию и так далее. Если она обращается за назначением страховой пенсии на территории нашего района, то она имеет право на повышенную фиксированную часть выплаты пенсии на районный коэффициент. Это предусмотрено законом. У нее может не быть стажа работы в местностях Крайнего Севера, но тем не менее она на территории района будет получать в повышенном размере фиксированную выплату страховой пенсии. Если она выбывает с территории района, то она эту льготу теряет. Для того, чтобы все было упорядочено, человек должен иметь прописку, либо удостоверение о временном пребывании на территории района, в этом случае выплачивается. Если человек получает пенсию на почтовом отделении, то не надо нас извещать о том, что у него что-то поменялось, потому что мы и по прописке, и по временному пребыванию мы проставляем себе периоды работы, то есть мы отслеживаем. И каждый ежемесячно она получает, она или он получает пенсию на почтовом отделении, то есть явка его обеспечена. Если пенсионер получает пенсию через кредитное учреждение, эта норма закона перенесена из 340-го закона 90-го года, он обязан раз в год известить нас о том, что у него сохраняется прописка на территории района, либо по месту пребывания. Но это связано опять-таки с нашей жизнью, потому что у нас и вахта, и все остальное. Человек, проживающий в Новосибирске, назначает у нас пенсию, заканчивается у него срок договора, допустим, на алюминиевом заводе он уезжает, а пенсию у нас продолжает получать, хотя на территории района не проживает. А закон говорит о том, что фиксированная выплата повышается на районный коэффициент только в том случае, если проживает на территории района. Проживание само за себя говорит о том, что регистрация должна быть, либо там, либо пребывание, либо регистрация по месту жительства. Кредитное учреждение, да. Я хочу сказать, что когда-то в 99-м году, когда было очень сложно выплачивать пенсии, когда это было много, мы проверили одно из отделений Сбербанка и нашли большую. Она законная была выплата только. Люди у нас проживали на территории бывшего союза, будем так говорить. И на Украине в большей части, и в Минске очень большая сумма была выплат не жителям нашего района, так будем говорить. Поэтому вот сейчас эта норма закона вернулась, 173-й закон этого не предусматривал, и такого внимания не уделял. Но сейчас вы знаете о том, что у нас и бюджет пенсионного фонда очень дефицитен, потому что и за счет льготных пенсий, и за счет вот этих всех лукавств со стороны пенсионеров тоже у нас большие выплаты идут. Сразу хочу сказать, что мы, по крайней мере, ежеквартально отслеживаем все эти движения, потому что у нас есть, работаем с электронной базой, об этом и есть возможность такая, но тем не менее никуда мы не уходим от злоупотребления со стороны пенсионеров. Так будем говорить. Понятно. Тамара Федоровна, вы вот сейчас мне сказали в интервью, что более 60% материнских капиталов уже люди распорядились, получили. Ну это только сила Бугучана. Сила Бугучана, да. А вот скажите, как можно получить 25 тысяч из материнского капитала? Ну вот, буквально в понедельник было сказано о том, что подписан закон о выдаче 25 тысяч, но по срокам сегодня 30 июня, сегодня мы только заканчиваем выплату 20 тысяч. Те, кто к нам обратился до 31 марта 2016 года, по детям, рожденным до 30 сентября. Точно такой же закон, он уже подписан, но правил, по которым мы можем принимать документы и как мы должны работать, нет. Хотя в СМИ и в разъяснениях некоторых наших, ваше стоящее, говорится о том, что женщина, и опять там ограничения, дети должны быть рождены до 30 сентября, что женщина сразу может нам подать на получение сертификата и одновременно на получение 25 тысяч. Как только, я так думаю, что это будет, наверное, с 4 июля, потому что срок сегодня заканчивается, там должно быть все обработано, мы сразу извещаем все администрации. У нас упрощается форма обращения к нам. У нас существует сейчас многофункциональный центр, есть с представителями дальних наших поселков. То есть они будут принимать эти заявления, а мы будем их обрабатывать и вставлять. Нормы те же самые остаются, то есть 2 месяца для получения этой суммы и при наличии средств на лицевом счете. То есть это вот обязательно. Иногда задают вопросы, что вот у меня счет, допустим, находится в Красноярске, значит, вы бы не могли, там нам разницы нет. Заявитель сам нам должен представить реквизиты своих счета, куда он должен получить. Через почту мы не работаем, потому что это дополнительные расходы для пенсионного фонда. Работаем только через кредитные организации, но довольно-таки успешно, потому что у нас очень многие мамочки воспользовались этой возможностью. Некоторые уже получили по 4 раза, потому что у нас было 2 раза по 12, по 20, вот сейчас 25 уже, 5 выплаты пойдет. Поэтому вот таким образом. Ну и следующий вопрос, я думаю, он будет очень актуален именно летом. Как получить компенсацию за проезд? Компенсация за проезд, это тоже определено законом для пенсионеров, проживающих в районах Крайнего Северного, Бестостяк, Неприраменного, к которым относится наш район. Мы в течение года примерно в пределах 4,5 миллионов оплачиваем таких расходов пенсионеров. Компенсацию можно получить по приезду, значит, там особое правило. Самое главное правило, это неработающий пенсионер должен быть, в чем нам поможет и опять-таки месячная отчетность, потому что некоторые... Некоторые взрослые, уже будем говорить, пенсионеры позволяют своим внукам работать по своим трудовым книжкам и потом к нам обращаются за оплатой проезда. В этом случае мы оплату проезда не производим. Конечно, обиды бывают, но это уже, я так считаю, что это семейное внутреннее дело, поэтому пусть они сами разбираются. Кроме компенсации за проезд, и причем хочу сразу предупредить, закон называется «Компенсация расходов пенсионера на проезд к месту отдыха и обратно на территории России». В этом году я не вижу таких судебных решений, когда у нас выезжали за пределы, ну там, допустим, Майами, жительница Ярков у нас ездила. Ух ты! Предположим, у нас в Индонезию ездят, там из них это требует, чтобы мы оплатили. В этом году я не видела таких, ну связано с кризисом, может с международной обстановкой, может еще с чем-нибудь, по территории России. Очень много вопросов есть, и выезжают на Украину, там Казахстан. Ну вот мы им предлагаем, что, пожалуйста, до граничной станции, вы, пожалуйста, на территории России, а там уже это ваши расходы. Кроме того, что мы оплачиваем компенсацию, выплачиваем компенсацию за проезд, мы еще можем предоставить талоны на безденежный проезд. Ну, предположим, у нас вот есть талоны, были талоны до Сочи, есть талон сейчас до Москвы, ну там определенные условия, то есть тот человек, который выезжает, должен иметь на руках либо приглашение, либо вызов. Ну это тоже предусматривается законом. Но вот по талонам хочу сказать о том, что если пенсионеры вдруг, ну с маленькой пенсии, будем говорить, 9-10 тысяч пенсий, они планируют отдохнуть где-то, им надо нас известить. То есть они, потому что заключаются контракты, не нами, отделением, с авиаперевозчиками, и, естественно, по потребности, то есть по заполняемости и так далее. И мы об этом должны извещать отделение при наличии таких к нам обращений. Таким образом, оплачено, у нас никаких нареканий нет. И единственное, что вот я говорю, что по трудовым книжкам работают дети и внуки, и в этом случае мы отказываем. Уважаемые покупатели, добро пожаловать в магазин «Радуга». Для вас широкий ассортимент только самых свежих фруктов и овощей, спелые арбузы и дыни, сочная черешня, апельсины, сливы и многое другое. В нашем магазине море витаминов и хорошего настроения, приятное обслуживание и свободный доступ к продукции. Новое поступление товара ежедневно. На ваш вкус также орехи, сухофрукты и соки. Вся продукция сертифицирована. Поставщики бывшие союзные республики и дальние зарубежья. Продавцы гарантируют качество товара. При наличии чека и претензий к качеству обменяем товар или вернем деньги. У нас свежие фрукты и овощи круглый год. Мы работаем без выходных. Ждем вас по адресу улица Герцена, 13, на базе Виктория. Фонд «Память поколений» – это сохранение памяти о прошедшей войне и историческом наследии. Символом этой живой памяти стала красная гвоздика. «Помнить» – значит делать. Поблагодарите ветеранов делами. Пассажирские перевозки «Экспресс-Диамант» отправляются ежедневно в 9.00, 15.00 и 20.00 от магазина «Диамант». Адрес переулок Андрея Толстых, 1. Звоните по телефону «Диспетчер» 8 923 342 19 33 Телефон доверия 8 950 970 44 79 Адрес переулок Андрея Толстых, 1.00 и 20.00 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова